Я хочу одно слово добавить. Во время, когда мы приглашали фермеров, то у ряда фермеров как раз были вопросы по кредитованию, в частности, вот реакция Ивана Анатольевича, который уже задавал вопросы, он говорил, что важно назвать позицию банков, и изменилось ли что-то по кредитованию фермерских хозяйств, чтобы облегчить возможность доступа к финансам. Пожалуйста. Добрый день всем. Я являюсь представителем банка «Губанкредит». Банк уже действует на территории Краснодарского края, в этом году банк будет 25 лет. В настоящий момент банк представлен своими подразделениями более 70-х на территории Краснодарского края, Ростовского области. Банк представляет полуинспектор банковских услуг. В принципе, вы можете обратиться. У нас этот офис находится фактически в каждом районе Муниципального отделения Краснодарского края. Также есть представительство в Ростове. С сентября 2017 года банк включен в программу реагирования Минсельхоза. Это по реагированию поддержки всех форм собственности, занимающихся выращиванием растеневодства, животноводства и молочной скотоводства. Помните процентные ставки в рамках? Значит, если брать за прошлый год, лимит по малым формам хозяйствования на территории Российской Федерации был выбран всего лишь на 20%. 80% это были лимиты не любые. То есть, с этого года, ну, до этого года в основном в программе были включены только федеральные банки. С конца прошлого года включены региональные банки, уже которые находятся на территории. И, скажем так, доступ... Чуть поближе к микрофону. Хорошо. Выдачи доступ для малых формах хозяйствования в этом году более. Например, на 1 июля информация есть такая, в целом по малым формам хозяйствования, то есть, как и армитское хозяйство и субъект малого предпринимательства было принято в рамках Минсельхоза. Это в целом, по России говорю, 1200 заявок. То есть, доступ к этой программе есть. И наш банк в этом участвует. В настоящий момент, если брать по программе, две формы, скажем так, два основных направления. Это короткосрочное кредитование, да, с целью применения правительных средств сроком до 12 месяцев. И инвестиционное кредитование с целью приобретения хозяйственной техники, оборудования, строительства, земнохранилищ, ворчехранилищ, приобретение дополнительных оборудований, то есть, реализации инвестиционных проектов. Там форма кредитования до 5 лет, в некоторых случаях до 15. То есть, основной до 5 лет, в некоторых случаях до 15 лет. Банк работает в рамках этой программы. Банком заключено... Количество не готов сказать, силам по банку нет информации. А я могу сказать, под указом, который оперировал с начала года, заключено более 20 договоров в рамках этой программы. Вот буквально в конце июля пришел запрос новый на Минсельхоз по включению в рамках данной программы. К нами было отправлено 4 заявки по включению в эту программу. Мы ждем одобрения. Банк работает по 7 евро. То есть, у нас, кроме того, достаточно большим спросом пользуется инвестиционское фермерское хозяйство. Но это не в рамках Минсельхоза, а кредитование на выкупсы на паёпы, покупающих. Потому что, ну, давайте назовем вещи своими именами, в настоящее время цена пая очень высока. То есть, и срок окупаемости, вложение в землю, выкупая, составляет 5 и более лет. Соответственно, выдернуть из оборотки эти деньги одновременно и единовременно очень достаточно тяжело. Просто мы практикуем такое, это идет кредитование, то 5 лет. То есть, есть возможность, не отвлекая деньги из оборота, приобретать, скажем так, землю пачеков. То есть, снижая свои риски, то, что в один прекрасный момент эти люди расторгнут договор и уйдут от вас. В принципе, как бы, ну, кратко я хочу сказать, это все, наверное. Если какие-то вопросы, я думаю, что они более инфраструктуральные, если что, я здесь, можете подойти обратиться, я готов на них ответить. Спасибо, Сергей Викторович. Есть вопрос, но, пожалуйста, звоните. Залоговая цена и старой земли в вашем плане. Залоговая 8 долларов. 80? 80. 80. За гектарм. Неправда. 60. Нет. Залоговая цена. Чтобы мне купил землю за ваши деньги, мне надо заложить 100 и стар, чтобы купить 50. Правильно. Вот это что? Я понимаю, да. Я согласен с вами, потому что банк принимает тоже, скажем так, к рыночной стоимости, мы применяем поправочные коэффициенты в отношении, потому что, ну, давайте говорить честно, для того, чтобы реализовать землю, это достаточно ликвидный залог, он стоит денег на него покупать. Но ближе, чем его реализовать, тоже проходит ряд, ну, скажем так, обязательных... Тогда спросите вот здесь у всех, снехоров, первое, что хочет, купить землю. Всех. Ну, не за что. Ну, не за что. Не в том, что нет. Негде не купить. Во-первых, она дорогая сегодня, 150 тысяч рублей за гектарм, я себе не предлагаю. Согласен. А вы, вам заложить 60 тысяч, купать кредит, пытался заложить землю, больше 60 тысяч, но все, У нас было до этого, у нас постоянно поднимается. Я в свое время, мы закладывали, и по 40 тысяч, когда стоят. В течение дня может? Нет. Буквально я общался, в течение месяца, нет, не и не сегодня. В течение месяца, вот буквально, две недели назад, у нас, Тимашевский был зампред, мы с ним разговаривали на это отношение. Он меня назвал, сумму просить, Ну, я вам брать не буду, я вам говорю, то, что есть. 80 тысяч, он меня наносит. Потому мы у вас кредиты не взяли. Ясно. Я не вижу, вопрос, пожалуйста. Значит, вопрос, господежки, спорта есть, или нет? Я бы всем посоветовал, я занимался оформлением грамм. Значит, в этом, в этом вопросе, у них налажено. Я когда в Минсельхозе начал сдавать, Виктория Владимировна, а как красиво, а кто тут? Значит, я им поставил взять оценку, не так. Я говорю, а что это бесплатно? Вот в этом положении, значит, фонд поддержки взял на себя. Но, но поднимаясь на пятый этаж, кто сегодня поможет молодежи? Родители, либо государство должно помочь. Чтобы он, вот это, вот не говорите, осталось развитие. Дадут грамм. И тут бегаешь, а за что бычков купить? Я бы предлагал так. Значит, не искать, не искать таких поручителей, ну, сделать, сделать на эту покупку и ее гарантом. Не 6 миллионов на 3 миллиона. Где кто возьмет? Где кто возьмет? Вот это министерство должно проработать. И тогда, тогда, вот эти все, будут мелкие, нищие, селедячки, и тогда у них будет живот. А так у них не будет, не будет. Скажите там, это я вам говорю, я прошел эту гену. Спасибо. И еще, еще, значит, банкиру, обратите, обратите, и доверьтесь этим людям. Вот я вам скажу случай. Получает в столице незнакомый там человек, 50 миллионов, тут же с ИТФ каким-то получает, и через некоторое время все, ничего нет. Пошел, да там-то закладные-то вытягивали. Ну и что? Банкир работает сам главой района, а тот куда-то сбежал. И вот это осталось на сбитую корыту банк. А вот эти люди, они не просят животных, они понимают, что их накормить, им бежать не ищем. Так что доверьтесь мне встретим беднякам и дайте им кредит. Дайте. Завтра у вас будут ковырить. Спасибо. Да. Еще один сгаду вопрос покупный, малоземельный задают. Долгое время, 10 лет оформляют землю. Вот так у нас ведется. Значит, сегодня земля есть. Есть. Значит, земля ближе к граммским. А, земля, земля, значит, есть. Но в свое время мы не получили причитаемые пары. Значит, как на сегодняшний день вот это дело? Значит, я должен выкупать эту землю? Либо я все-таки должен получить ее? Ну, я понимаю так, что если вы говорите, что вы в свое время не оформили пайк, работая в какой-то сельскохозяйке, в колхозе, или... Меня. Он меня в варенье. Как он в варенье? Пайк, 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 это собственность. Вы говорите о земельном пайке? Да, да. Это вы собственно, а он не в варенье никак не может. Нет, так вот, когда нам было положено, мы не получили, понеслали. Мы думали, что мы на земле работаем под рестолу, под рестолу. Ну, давайте, может быть, Сергей Васильевич чахнул вопрос. Может быть, через легкодуху можно будет это лечить. Просто после мероприятия... Ну, если вы работали в Газпроме, зачем вам? Затем, в 90-е годы я подрядчику в колхозе разваливаю работу, они готовы были мне землю отдать. Ну, я не сообразил, как... Понятно, как это укропение. Спасибо. Вопрос был из Тихаревского района, да? Из Тихаревского района. Так, возьми киографу, ладно? Вопрос к вам, да. Да, к вам, да. Или, друзья, вопрос. А вот, берет животное в золок? Коров. Коров. Какая цена? Я не готов ответить. Просто в последнее время у меня практики не было, то есть я не готов сказать. Я знаю, что такое практикуется, но цену и стоимость я не назову просто. Просто я сам дался с Бенбанк, Юхенбанк, я говорю, знаете, что хотите, просим госбанк, что хотите, но не живу. Я говорю, а почему существует? Цена мяса, будем говорить, КРС, коров, берем мясо, 70 рублей, все, весит 500 килограмм, здесь или, самый ликвидный товар. А, нет, нам такой товар не нужно. Нам нужно или строение, или землю, вот тогда мы будем, а еще лучше, особенно, мы в лето лучше выдадим под минеральную воду, она прекрасно идет, тоннами, тысячами тонн, прекрасно идет. Вот, как хотелось бы у вас? Ну, я не готов ответить, я знаю, что протекуются на здоровом завод инстаграмные имущества, но именно стоимости, там, за килограмм, за голову, я не назову, просто, нет такой информации, не сейчас, не готов ответить.